Так, ну а теперь, ребята, давайте вернусь к вопросу миграции. Рассказывал в предыдущих сериях, что мы собираемся переезжать из нашего королевства, не потому что там ужасно невыносимо, но потому что некомфортно играть, когда в вашем королевстве слишком много топов, которые не гнушаются время от времени вас зажигать. Хотя на меня давно не нападали, но все равно периодически нет-нет, кто-то страдает, да и сам, знаете, я уже все чаще с опаской как-то даже хожу на ресурсы. В общем, хотелось бы более комфортной, спокойной игры. Единственное, за что я действительно благодарен топам, которые прилетели в наше королевство, что, в принципе, если бы не они, никто бы так хорошо не научил наших ребят прятать свою армию, там, прятать своего героя постоянно 24 часа на 7, там, отправлять в сбор армию другую часть. Прятать в убежище. В общем, всегда быть на готове, что тебя могут сжечь. Это очень важный навык, который очень пригодится в игре. Многие люди, которые были не подготовлены к прилету мощных гильдий, когда с нашего королевства упал щит, так сказать, забросили игру, сразу потеряв добрую часть своей армии убитыми, при этом не имея даже хотя бы более-менее прокачанных больниц. В общем, кого-то действительно сожгли очень сильно и он, так скажем, все равно продолжил играть. Кого-то, кто-то сразу смекнул, что к чему и начал играть сразу более осторожно. Ну, в общем, ребята, факт остается. Мы решили покинуть наше королевство. Хотя пока что это решение не окончательное. Возможные, знаете, всякие варианты. Тут ребята писали, что у нас, в принципе, вот в нашем королевстве, в 21-м, все же начиналось с того, что вот прилетели CXC, прилетели BBQ, прилетели... Кто там еще? Vogue, хотя сейчас уже Vogue, уже что-то не Vogue. Ну, была тут гильдия у нас мощная, я даже показывал в предыдущих сериях, как меня там сжег из нее парень, Гот Анубис. Вот такая вот еще мощная гильдия была, но у нее было там несколько миллиардов, а сейчас что-то из ее состава все мощные игроки куда-то подевались, даже не знаю, что с ней случилось. Ну, в общем, слишком много мощных прокачанных топов стало в нашем королевстве, и поэтому мы решили куда-то съехать. Но раньше CXC, несмотря на то, что японцы наши были сильнее по силе, их как-то одолевали. И, ну, было такое, как бы это, ощущение какой-то безнадежности того, что японцы какой-то смогут дать отпор. Сейчас же они очень бодро задонатили, у них 23 миллиарда силы. Это, наверное, мне кажется, наверное, это самая мощная гильдия в игре, я не знаю, поправьте меня, если я ошибаюсь. Но, по-моему, именно вот гильдии более сильной по мощи я не видел. Более мощных топов, чем у наших японцев, я видел, да, там и Сигара, и там, допустим, того же самого Пирамида. Но вот самой по себе гильдии более мощной по силе я не видел. И, в общем, раньше японцы, они никого не жгли. А сейчас еще стали учащаться такие случаи, когда японцы начинают вести себя так же, как китайцы, которые прилетели к нам в королевство, и жечь всю округу. Вообще, как бы, что хотелось сказать. Многие думали, что, может быть, подождем еще, как бы, это, посмотрим следующую борьбу за форты, потом еще одну. Потому что может сложиться такая ситуация, что те гильдии, которые прилетели к нам в королевство, могут отказаться, в принципе, от продолжения какой-либо борьбы. Но скажут, не, этих японцев уже не пробить, слишком много силы, в этом королевстве нечего ловить, пойдемте еще куда-нибудь, кого-нибудь пожгем. И тогда в нашем королевстве станет спокойно, все эти гильдии улетят. И тем более, еще спокойнее станет, потому что многие гильдии уже улетели. Потому что, если посмотреть состав, вот, рейтинга нашего королевства, допустим, НВ, Нью Волт. Ее участники, ну, давайте даже не так, давайте по рейтингу мы вообще будем смотреть. Ее участники уже перелетели в королевство 11-е. Так, погоди, чувак, ты еще здесь, да? Вот, этот парень в 11-м королевстве, этот парень в 11-м, в 11-м. Ну, в общем, по большей части весь их состав и какие-то их другие гильдии, которые были в составе их НВ-семейства, перелетели в королевство 11-е. Другие гильдии я тоже наблюдал, что поменяли свою дислокацию. Ну, вот, например, четвертое место гильдия Зу, я их видел в королевстве в 22-м, когда осматривал просторы. Хотя, так, погодите, вот этот здесь, а вот в 22-м. Этот парень тоже в 22-м. Ну, в общем, вот, ребята тоже, мы видим, что перебрались в другое королевство. Хотя еще пока что не все, но частично. Я, чтобы тоже избежать таких, такой ситуации, что гильдия перебралась частично здесь, частично там. Тем более, что когда ваша гильдия переезжает в другое королевство, у нас здесь есть раздел помощи. Помочь союзнику. Вы можете помочь союзнику в стройке, и за это вы получаете монеты. А ваш союзник получает значительное ускорение в стройке или в изучении. Но фишка в том, что если вы в одном королевстве, а ваш союзник в другом королевстве, то вы ему уже помочь не сможете. Так что лучше все-таки перебираться сразу, ну, практически всем составом. Тогда ребятам всем будет удобно. Поэтому я запланировал дату и сказал, так, ребята, мы еще пока не определились с тем королевством, куда мы летим. Но мы уже определились, когда. И эта дата будет 10 число 10 месяца. В общем, 10 октября, ребята, мы улетаем. Ну, или не улетаем. По крайней мере, дату мы обозначили. В общем, что... А, вот говорил, что многие гильдии улетели. Допустим, те же самые топы. Да, многие топы улетели. И если мыслить с этой позиции, то если, допустим, улетят еще эти CXC и BBQ, то это вообще станет самое мирное королевство. Потому что сейчас здесь уже мало кто остался. То есть мало вообще кто будет, если еще улетят и CXC. И даже японцы, наверное, здесь загрустят. И еще если они улетят, это вообще станет каким-то уникальным королевством. Наверное, самым слабым, если бы отсюда все свалили. Ну, в общем, не знаю, какое тут будет развитие событий. Но и многие уже такие подумали, ну, не, не, может быть, и не улетать. Может быть, давайте посмотрим вообще, что тут будет, что, как будет развиваться. Да, пойди, китайцы еще сами свалят. Потом случился случай, что японцы начали летать и всех жечь. И, наверное, это можно даже сейчас посмотреть в их дипломатии. И им начали ребята писать. Ребята, что за фигня? Вы почему всех жгете там и прочее? Вы типа ведете себя как китайцы, а у вас там написано, что террор окончен. Тогда какого черта вы терроризируете? Тогда обозначите свою новую политику и скажите открыто, что мы там будем жечь королевство. Короче, всякие такие там терки у них происходили. На что они обычно отвечали следующим образом, что типа мы там одни отстаивали честь нашего королевства. Вы, ну, там и тех, мы знаем, кто нам помогал. Или мы знаем тех, кто хотя бы пытался оказать какое-то сопротивление. А тех, кто не пытался, ну, мы считаем, что как бы это, вы бесполезны. И поэтому вполне не видим ничего плохого в том, чтобы вас сжечь. Потому что вы нашему королевству никакие там не помощники. И толку от вас типа никакого. Вот примерно такие ответы звучали от наших японских друзей. Ну, давайте вот что-нибудь сейчас почитаем, что там. I want to ask why you are helping them. Everyone knows that you are not Japanese. Он пишет, мы все знаем, что вы не японцы. Я хочу спросить, почему вы помогаете им. Мы китайские гильдии, не так ли? Так, что-то они тут... Ладно, короче. You just like to bite like a wild dog. Кусаетесь, как дикая собака. Just because you made a Japanese name, don't make you and Japanese. Это что, это японская гильдия, что ли, вот они? Нет, это китайцы. Они говорят, мы знаем, что вы не японцы. Короче, я не знаю, что тут за терки. Но до этого тут были терки, которые я описывал. О том, что вот они жгут. И из наших кто-то тоже попал под раздачу. Под вот эту. И ребята такие сразу начали писать. А, не-не-не, все, надо валить, надо валить. Но я пока что не уверен, что надо валить. Хотя я бы хотел свалить, знаете, исключительно для какой-то смены обстановки, разнообразия игры. Знаете, в этом королевстве уже вроде все знаешь. Тем более, всегда можно вернуться обратно. Хотя это и дорогостоящее мероприятие куда-то летать. В общем, но как бы то ни было, к вопросу переезда я подошел довольно-таки ответственно. Лететь куда-то на Абум, это, ну, не очень прикольно. У нас, допустим, в наше королевство многие прилетели, гильдии. Те же самые русские такие. О, ё-моё, ёшкин-матрёшкин. Это королевство недавно открылось, но здесь такой ахтунг. Нафига мы сюда прилетели? CXC, BBQ там. Блин, ребята, давайте копить на свиток обратно. Короче, ну, такая ситуация была у многих русских гильдий. И вот, в общем, как я начал вести поиски. Сначала я открыл статистику КВК и посмотрел те королевства, которые набрали меньше всех фрагов. При этом старался отсеивать те королевства, которые, допустим, потеряли свой щит недавно. Ну, такие, как, допустим, вот 27-е, 26-е. Потому что это нестабильные королевства, там, 25-е. В них, может быть, сейчас и слабая обстановка. Там слабые топы, слабые гильдии. Но туда может прилететь кто угодно. Потому что это последние недавно открытые королевства. Они наибольшее, как бы сказать, больше всего притягивают всякого рода топов, которые хотят почувствовать себя, там, королями на новой земле. Поэтому там иногда бывает, вот знаете, я заметил, вообще, поспрашивая, я, в принципе, летал следующим образом. Я находил в разных королевствах русские гильдии, вступал в их состав и общался с членами этих гильдий. Спрашивал, как им живется. Вообще, заметил такую тенденцию, что тем королевствам, которые, ну, там, ниже даже нас, там, 24-е всякие, 23-е, 26-е, часто отвечали, что живется им как-то не очень. Раньше, типа, было нормально, но когда щит сняли, и вообще, там, сейчас много топов, много жгут и прочее. То есть, вот, как бы, в этих новых королевствах, когда с них падает щит, там начинается самая такая заварушка. Туда много прилетают, много начинают сжечь, много каких-то войн, склок. В общем, в них обычно довольно-таки неспокойно. И куда чаще мне отвечали, но я не говорю за все королевства. Нет, вот, допустим, в 22-м довольно-таки вроде... Хотя нет, даже так не скажу. Вот, смотрите, допустим, в 22-м королевстве я у одной гильдии спрашивал русской, причем у них силы было меньше, чем у нас, порядка 600 тысяч силы. Точно не помню, как, сколько там, но помню, что меньше, чем у нас. Порядка 600 тысяч силы, там, короче, не самая сильная гильдия. И вот эта гильдия даже говорила, что они прилетели в 22-е королевство из 9-го... А, погодите, нет, сейчас, у меня записано тут. Из 6-го королевства, и им здесь не понравилось, и они копят на порт обратно в 6-е королевство из 22-го. Но это уже такой показатель, что, наверное, в 22-е королевство лететь, возможно, и не стоит. Вот, такие сразу мысли появились после того, как слабая гильдия говорит, что им в своем старом 6-м королевстве больше нравилась. Хотя, допустим, в то же время гильдия, которая мигрировала в 22-е королевство русское из 10-го королевства, наоборот, довольна тем, что переехала. И им в 22-м королевстве нравится, но у них, конечно, и силы побольше, 1,7 миллионов, и их там и жгут пореже, соответственно. В общем, тут, знаете, сколько вот всяких разных гильдий, столько и мнений. Даже бывает, иногда зайдешь в 2 русских гильдии, у которых примерно равная сила, и одна гильдия рассказывает, как здесь тяжело и как здесь непросветно тяжко. В другой гильдии, допустим, в то же время настроены более оптимистично и говорят, да, нормально, жить можно, ну, жгут иногда, а где не жгут? Да, везде жгут. Ну, поэтому, как бы, в гильдиях и люди разные, и тут на это, как бы, тоже надо делать поправку. В общем, надо слишком много факторов учитывать, чтобы хотя бы как-то для себя примерить, а каково нам будет здесь, а какие у нас люди. Ну, в общем, в целом, многие вещи остаются даже не столько на какие-то цифры, на какой-то голый расчет, сколько на интуицию. Ну, а что касается цифр, которые я хотел узнать у представителей разданных королевства, одна из таких, знаете, самые важные для меня цифры была показатель топ сотового игрока королевства, потому что она примерно показывала то, насколько много в этом королевстве людей, которые могут тебя прожарить до, в общем, до корочки. Сколько игроков могут тебя с легкостью сжечь? Вот, допустим, в нашем, в двадцать... ой, в двадцать первом королевстве топ сотый игрок на момент опроса был с силой девяносто, там, по-моему, один миллион. Сейчас вот этот показатель пониже упал до восьмидесяти, что, в общем-то, неплохо. А вот аналогичный вопрос. В двадцать втором королевстве говорили, что у них сотый по силе игрок имеет силу 50 миллионов. Это вообще неплохо, потому что, ну, мне кажется, игроки с силой в 50 миллионов особо сильно уже на меня лезть не будут, чтобы там сжечь, особенно если у меня войска на базе, потому что, ну, уже можно неплохие потери понести. Вот, тем более мне, в принципе, недолго расти. У меня уже 20 миллионов, там, допустим, до 25 подрасту, уже меня не так охотно будут, там, допустим, 50 миллионики сжечь. А это уже показывает, что на всем сервере найдется только сотня человек, которые, ну, допустим, могут меня сжечь, не моргнув глазом. При этом на нашем сервере этот показатель, ну, плотность вот таких топов, которые могут легко сжечь, гораздо выше. Ну, и, в общем, вот по многим королевствам я прошелся, поспрашивал, что да как, где кому что нравится, кому что не нравится. Например, если там говорить о втором королевстве, спрашивал ребят. Ответ был примерно такой. У нас очень спокойное королевство. Прям спокойное до нельзя. Никто ни с кем не воюет, на ресурсах не жгут. Есть какая-то там топовая гильдия, и если тебя кто-то сжег, кто-то выступил агрессором, ты обращаешься к ним, и они сжигают агрессора. Типа, что там все настроено так, что там главная гильдия за то, чтобы в королевстве был мир. Это, конечно, хорошо, когда тебя не жгут, подумал я. Но я сам люблю иногда пожечь какие-то гильдии, а там это, как бы сказать, не принято в этом королевстве. То есть там именно такое королевство фермеров. А если ты вдруг агрессор, который жгет окружающих, на тебя жалуются топовые гильдии, топовая гильдия с тобой либо говорит, либо сразу там наказывает. В общем, королевство, где ты не жгешь, но и тебя не жгут, мне как-то не особо подходит. Поэтому я его отклонил. Записал, самая топовая гильдия русская, там вроде 2,3 миллиарда силы. В общем, и вот знаете, по всем королевствам я делал какие-то заметки, какие-то записи, что-то сравнивал, народ опрашивал разных людей старался, из разных гильдий старался спрашивать такие гильдии, которые нам подходят по силе, чтобы, ну, примерно знать обстановку именно, как живут люди примерно с нашей силой, то есть каково им в этом королевстве. И, в принципе, много интересных отзывов было о 10-м королевстве. Вообще, там такая ситуация, что там действительно собралось очень много русских гильдий. Ну, хотя от того, что там много русских гильдий, на самом деле, чего-то такого хорошего искать, может быть, и не стоит, но, по крайней мере, это прикольно, знаете, вариться в каше со своими. Здесь есть и мощная русская гильдия, которая, по-моему, даже по силе вторая в этом королевстве. Хотя мы вот сейчас посмотрим. Так, где у нас эта русская гильдия? Так, как она вообще там называлась? Где-то я на нее делал закладку. Так, ну вот королевство 11-е, может быть, вы? Так, нет, это у нас... Вот есть гильдия на 800 тысяч сил. Я тут делал всякие закладки. Это не то, что нас интересует. Так, давайте еще. Королевство 11-е. Что-то даже забыл, как ту гильдию звали. Там что-то... Вот, ГЖВ. Вот они. Это не они горят, это горят у них тут. Похоже, их старые, давно покинувшие их товарищи, которые стали фермами. Но видите, то, что гильдии здесь, в этом королевстве, живут кучками, это уже показатель того, что здесь относительно спокойно. Потому что, когда жгут каждый день, когда нападают на улья, ребята, как правило, принимают другую тактику и разлетаются. Если посмотреть по рейтингу мощи, здесь есть неслабый топ в 600 тысяч. Ну и, в принципе, есть неплохие, неслабые игроки. И у них есть еще несколько академов. И вот, кстати, к северу от них, недалеко, расположилась гильдия... Так, где они? Дайте-ка я их найду. Если они, конечно, не переехали. По-моему, где-то вот примерно здесь были. А что-то съехали, то ли... Не переименовались уже. Так, а закладку я, интересно, не делал. Сейчас проверю. Ну, в общем, гильдия НВ из нашего королевства, с которой у нас тоже были в свое время проблемы и какие-то, знаете, такие терки. Хотя, ну, как бы открытой конфронтации мы им какой-то дать не могли, потому что у них было значительно больше, чем у нас, силы. Ну и, кстати, я их сейчас не вижу. Но они были к северу от наших русских. Может быть, они съехали. Может, их попросили куда-нибудь переехать в другое место. В общем, также здесь на сервере одна из топовых гильдий – это БС. У них 4 миллиарда силы. То есть у наших русских, сколько я там сказал, 3,5, да, было? Сейчас, погодите, вернемся, посмотрим. Ну, на эту... А, так, нет, это их академка. Вот это, наверное, они сами. Да, вот, 3,3. Но, тем не менее, это такой, знаете, показатель. В этом королевстве нету особо сильных гильдий. Пока нету. Вообще, в королевствах, знаете, все... Нельзя лететь в какое-то королевство и рассчитывать вообще, что вот там вот сейчас так, и так там и будет. Все же меняется. Гильдии перелетают из одних королевств, другие. Но вот, что касается топов, даже топы здесь, по сравнению с нашими, относительно небольшие. И они все относительно равны, поэтому у них там, как бы, такие нормальные терки между собой. Нету каких-то доминаторов, которые могли бы беспределить по-полному и оставаться при этом абсолютно безнаказанными. В общем, вот это маленько подкупает. И, как и даже если посмотреть по фортам, здесь форты, они, как бы, за разными гильдиями. То есть, тут АФ, тут БЛФ, тут БС. То есть, нету какой-то вообще доминации. Каждый тянет одеяло на себя, и, ну, это прикольно. И при этом в этом королевстве еще очень много русских гильдий. И многие из них я заходил. И, в принципе, по большей части они отзывались о том, что здесь им живется спокойно, жгут их редко. И, в общем, ну, в общем, жить можно. Так что, не знаю. Вот это королевство у меня такое с большим знаком плюс, как вариант для переезда. Вполне возможно, что мы отправимся сюда. Возможно, и в какое-то другое. В общем, многие другие королевства я отмечал как плюс. Некоторые, как у меня просто там жирным нет писалось после общения с другими русскими. Там, например, отметил я, как нет, 26-е, 24-е. Вот, смотрю свои записи. 12-е королевство. За королевство 7-е хорошо отзывались. Говорились, что там спокойные и что там довольно-таки слабые топы. Королевство 18-е тоже под большим знаком нет. Потому что там были, не знаю, даже есть ли сейчас. Это же, знаете, у меня вот информация недельной давности. А все может меняться. Там осела гильдия B2V и HCC. В общем, довольно-таки сильные. И тоже там жгли округу. Ну, в общем, ребят, мы работаем над этим вопросом. Дата переезда или же дата отказа от переезда уже обозначена. Все ребята копят на свиток миграции. И смотрите в будущих сериях, чем это все закончится. В общем, на этом у меня все, друзья. С вами был 11.1. Если вам понравилось, подписывайтесь. Ну, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok